История была, чувак мне когда на Зоне был, писал. Прошло два или полтора года, Карл, ты ответишь, как у тебя дела? Вообще пипец, как долго? Да ладно. В смысле? Ты алкоголик? Я постоянно ем чипсы, это реально проблема. То есть я могу не позавтракать и съесть чипсы, я могу в день пачек 10 съесть. Я такое обсуждаю перед Грэмми, в какой номинации мы получим. Ееееееее! Всем привет, мы группа Ева Миллер и Five Star Family. И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, а также поем. Обязательно смотрите полную версию эфира на YouTube Страна FM. Короче, мы Five Star Family, как говорили классики, ты не знаешь, кто я, ты не читаешь книги. Всё. Ну, у нас на самом деле довольно такой интересный путь, потому что мы, когда начинали коллектив, мы это делали исключительно для самовыражения в первую очередь, мы не искали какой-то коммерческого, какого-то потенциала. Или не подавали виду? Ну как же нет? Почему мы никогда с вами не договоримся на эту тему? Когда мы начинали, мы как раз имели уже некий коммерческий и т.д. и т.п. обусал. Оля, это ещё была дата у тебя. Ну хорошо, давайте тогда об этой группе поговорим или о другой группе поговорим? Обо всёй. Ну я просто не, ну ладно, окей, всё. В смысле? Договорились. Какой коммерческий потенциал, когда… Ну мы когда уже начали всё обсуждать… Какой коммерческий? Уже искали продюсеров. Деньги на пиво собрать. Обычных. Каких продюсеров? Васян бегал на MTV. Ну это было до того, как я вообще его знала. Ну ты что об этом говоришь? Да потому что вы сейчас начнёте, если рассказывать всю историю, то это три года пройдёт. Поколение клипового мышления. Короче, Оля просто отсекает то, как началась группа, вот, она чуть позже пришла, вот. А началось всё с хип-хоп-форума, где мы с Васяном познакомились и просто было желание создавать песни и выкладывать их на всеобщее обозрение. А коммерческая составляющая сводилась к поиску денег на Макдональдс или пивко? И Лоя тоже об этом не помнит, но наш, когда она уже была в коллективе и когда мы начали работать с Music People, с Олегом Ироновым, нашей единственной целью тогда было, это то, чтобы нам профинансировали запись альбома и мы его выпустили. Ну это уже коммерческие подразделения. Серьёзно? Да. Мы даже не знали, как он будет продаваться и будет ли продаваться вообще. Я предполагала. А я думал, что это будет true hip-hop sound, non-commercial. Да. В общем, мы в рамках всего этого записали песню «Зачем?». И когда познакомились с Евой, мы решили, что мы все вместе сделаем коллаб. Блин, как ты перескочила. Почему нет столь этих песен? Я говорю, три года более не хочется. Это Ева, расскажи о себе. Надо как-то быстро, ну ладно. Я на самом деле музыкой начала заниматься только вот больше полугода. И у меня уже есть сколько треков у меня, господи. Ну больше шести точно. Что ещё-то сказать? Ты танцуешь. Я танцую. Танцевала. Ну как бы... Продолжаешь? Навок не пробьёшь, как бы. Вот. Короче, да. Я танцевала шесть лет. И потом бросила. Всё бросила. Школу бросила. Всё бросила. И решила заниматься тем, что мне нравится. Вот. Но лучше школу не бросать. Ну, в общем, так мы познакомились недавно. И решили вместе записать песню «Зачем?». И также поснимали на неё прикольные видюхи. Так что обязательно послушайте. Сегодня мы для вас её исполним. И будем рады этому. Я могу сказать, что рулит ТикТок. Вот. И любой трек может завируситься. Абсолютно звучащий, как демка даже. Он может завируситься в ТикТоке и попасть в топ-чарты. Абсолютно неважно, какого он жанра. Поэтому, на мой взгляд, сейчас какой-то жанровой политики. Сейчас время рока или время рэпа. Ну, может быть, конечно, рэп ещё в тренде. Там трэп. Вот. Но в основном, конечно, рулит ТикТок, рулит социальные сети. Если там завируситься, то твой жанр будет рулить. Какое-то время. Не, ну, есть определённые просады по некоторым жанрам. То есть мало рока сейчас. Ну, то есть есть группы, там, а-ля пошлые Молли и так далее. Ну, которые вроде как качают такой достаточно интересный стайл. Вот. Но в целом, вот, рока мало. На самом деле, мне очень жаль. Потому что я вот люблю рок, по большому счёту. И мне хочется, чтобы у нас на сцене появились такие прям реальные рок-артисты, которые не только исполняют и играют интересную музыку, но ещё и ведут соответствующий образ жизни, а-ля рок-стар. Вот. Ну, рэпчин, оно уже много лет действительно является, наверное, самым продающимся жанром в России. Не секрет, да. То есть мы даже вот когда релизили совместный трек с Евой, да, то есть мы смотрели и анализировали, чьи релизы будут в этот же период времени. И там «Фараон», там чуть позже «Скриптонит» зарелизился. И там достаточно просто выйти альбомом этих артистов, как они залетают в топ ВК и так далее. Вот. Поэтому рэп слушают много, рэперов много. Не могу сказать, что все они делают какую-то годную музыку, с моей точки зрения, субъективную. Вот. Но то, что жанр развивается, и в России это факт, вот то, что они копируют очень много Запада, это тоже факт. Насчёт плейлиста могу сказать, что лично у меня много всякой пабсы в основном. Не знаю почему, но мне до сих пор нравится этот жанр. Я считаю, что он сильно поднимает настроение. Хотя рок тоже я иногда слушаю. Раньше чаще слушала. Это действительно прав на эту тему. Рэп, конечно, тоже имеется, но в основном всё иностранное. Очень мало наших треков, которые прям залетают. И я готова их слушать на репите. Соответственно, буквально единицы. Например, «Five St. Femme» и «Ева Милев. Зачем?» Ну, у меня, на самом деле, тоже очень много зарубежной музыки. Но как только я начала заниматься музыкой, прям вот достаточно серьёзная, у меня появилось много... Не то, что появилось, я стала больше слушать русской музыки, потому что надо же смотреть рынок, кто что выпускает, кто что делает. И из-за этого реально я стала слушать больше русской музыки. Допустим, когда-то еду, я включаю чарты ВКонтакте и слушаю просто вот каждый из первого места. И слушаю вообще, кто что выпускает, чтобы понимать, что вообще сейчас. Что происходит? Прямо целиком слушаешь? Ну, места до 20-го мне хватает. Ого! Нормально. Угу. Угу. Я вот, честно, у меня такой подход. Я включаю в Spotify плейлист и, ну, там, мне нравится какая-то песня, я потом начинаю на её основе слушать радио. Да. И это в основном... Сейчас даже... И ставлю лайки. Ну, типа, соответственно, добавляя в свой... В свой play is like songs. В любимый список. Да, меня тоже вводят всегда в ступор этот вопрос. Но у меня сейчас нет... Ну, вот, кстати, вот Васян мне подкинул For Boys. Я добавил себе 1-9-8-8 песню прикольную. Да. Ну, это так андеграунд. Ну, да, да, да. Smash Into Pieces и Need of Medicine я скачал. Потом у меня тут куча всяких таких треков, которые я, наверное, не слушал бы, если бы я на них не наткнулся. Lil Peep там, не знаю. О, Lil Peep класс. Да, да, да. Avril Lavigne вот у меня почему-то здесь тоже есть. Ну, короче, вот прям очень разнообразная музыка. И у меня есть отдельный плейлист там, допустим, под спорт. Отдельный плейлист под бег. Да, это отличается, кстати. Вот, что ты за тип людей. Я бы думала, у кого есть плейлисты под разные просто занятия в жизни? У меня вообще такого нет. Не, ну, не под все, но типа… Так они есть в Spotify и так подборки, на самом деле. Ну, а Spotify и… Ну, это не свое, но это другое. Ну, да, да. На подбег это круто, потому что, типа, если ты бежишь, да, допустим, ты же, ну, можешь бежать медленно, допустим. У тебя в Spotify, соответственно, подбирает музыку более медленную, под темп. Ну, да. Это этим Spotify как бы и хорош по сравнению с другими стриминговыми сервисами. А если бежим за пивком? Русский рейв, привет. Да. Мат в песнях всегда был еще… Когда мы были мелкими, ну, я лично, мы слушали на кассетах Шуру Каретного и группу «Красная плесень» и «Сектор газа». На виниловых пластинках или через громадку? Нет, я думаю, тут максимум кассетник у нас был. И, конечно, там был мац, и это было прикольно, потому что это запретная лексика, как бы считалось, не принятая в широких кругах. Поэтому это было прикольно, нас прикалывало, это звучало остро, и сейчас тоже песни с мацом, они звучат остро. И прикольно. И вызывают эмоции, вызывают у кого-то боль, у моралистов. И сами, конечно, мы прибегаем к такой лексике. Но в основном она идет как-то как… Ну, для выражения эмоции, как что-то такое неосознанное, а не желание кого-то оскорбить. У меня отношение к мату в песнях такое очень неоднозначное. То есть, по мне, гораздо круче, когда человек может написать текст, сконструировать и высказать свою мысль без мата. И таким образом, что ты потом еще такой… Что? Еще переслушиваешь? А если прям подходит? Ну, да. Но если, допустим, надо действительно передать какую-то эмоцию, потому что нельзя, допустим, сказать в определенных случаях «трындец» или «писец», потому что это «пи***» с точки зрения русского языка. И подмена любая, даже самая яркая с точки зрения филологии, она все равно не будет иметь вот этого окраса. Что меня напрягает в современной музыке и использовании мата, что зачастую вся песня состоит из мата, и люди не умеют писать по-другому. То есть, если артист, текстовик, неважно, гострайтер, кто угодно, он пишет таким образом, что там мат, 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 это ломает лично меня. Вот. Если я понимаю, что человек может писать и так, и так, то я в этом мате нахожу часть искусства. Я ничего в этом такого плохого не вижу. Ну, как бы, если ей нравятся треки с матом, слушать не слушай. Ну, я не знаю, как-то… На самом деле, во всех зарубежных треках все, что в топе в Америке, там даже та самая Ариана Гранд и Лосим Бибер у них тоже. Как бы полным-полно, если так посмотреть вообще текст, про что поет, допустим, Ариана в своем новом альбоме, там как бы… А ее все слушают, и вроде как будто нет мата, но кто знает английский, тот его слышит. Yes. Я нейтрально, нормально, абсолютно. Даже не парюсь. Иногда нравится, иногда не нравится. Да. То, что нравится, я слушаю, то, что не нравится. Но при этом в повседневной жизни, конечно же, мы там ругаемся и… Ну, не знаю, для меня, например, это какой-то больше Стёп, да, прикол. То есть я могу говорить абсолютно нормально, на разные темы дискутировать, а могу просто от нечего делать и от скуки… Разговаривать с *** обложить все, все и все. Что я? Что я? Конечно, ругаюсь. Кто не ругается? Ну, я как бы это не скрываю. У меня как бы… Раньше подписчики даже год назад спрашивали, ругать ли я матом, и я так боялась ответить, что да. А я потом понимаю, что мои подписчики ругают с матом, поэтому мне пофиг. Вот. Я тоже частенько использую мат в своих диалогах. Ну, я не знаю, является ли синонимом сейчас модное слово «инфлюенсер» и «лидер мнений». Ну, по большому счету, «лидер мнений» и «инфлюенсер», наверное, это одно и то же. Это человек, который может задать тренд для определенной прослойки общества, да, то есть для определенной группы людей. Будь то это подписчики или просто… или там хейтеры, неважно, да, то есть или просто люди, которые там каким-то образом эту новость или какой-то тренд подхватили. Можем ли мы нас такими назвать? Сложно сказать. Микроинфлюенсеры. Микроинфлюенсеры. Мне кажется, вот Ева больше лидер мнений для своей аудитории, и она может задавать тренды. Тру. Спасибо. Макроинфлюенсер. Наверное, кто-то меня считает лидером мнений, но у меня нет такого позиционирования, что я такая «вот, у меня такое мнение, у вас должно быть такое, идите за мной». У меня такого нет. Как бы если я для кого-то как лидер мнения какого-то, то круто, наверное. Надеюсь, что правильная дорога. Я не знаю, как это сказать. Полагаю, лучше такими терминами оперировать, когда у вас будет кто-то с маркетинговым образованием. А мы как-то не заморачивались. У меня курс был в универе. Молодец. Мне правильно говорить «маркетинг». С маркетинговым образованием, когда у вас кто-то придет, тогда… Эдукацион. Маркетинг-эдукацион. Да. Все-таки, если брать историю нашего коллектива, наше становление было в другую, немного цифровую эпоху. То есть вся вот эта диджитализация, она только зарождалась. Не было еще ВК. Только-только, по-моему, появлялся YouTube. И наш путь, он был все-таки через радио, да? Больше. Сейчас, конечно же, популярность приходит совсем другими ресурсами, да? То есть это ТикТок, Инстаграм, ВК… Соцсети вообще. Да, соцсети, да. И радио, телевидение… Отходит на второй план, это нормально, потому что телевидение сейчас, оно уже у тебя на ладони, по сути дела, в твоем смартфоне. Короче, проблема выделиться как-то вообще среди вот этих 40 тысяч релизов, или сколько там, которые выходят каждую неделю. Вот это, наверное, самая главная проблема для начинающих артистов, потому что это нереальное какое-то количество, и даже если там с какой-то аудиторией, то не факт, что там… Ну да, это очень сложно. Вообще, ты выкладываешь какой-то кусочек трека в ТикТок, никто не знает, зайдет твой трек или нет, будет ли по него кто-то снимать, или придумывает ли кто-то какой-то тренд, вообще непонятно никак. Полнейшая неопределенность в завтрашнем дне из-за пандемии, и полнейшая неопределенность, как зайдет твой трек среди десятков тысяч треков. В общем, изначально все просто люто переживали за то, что молодежь не пускают на рынок, как говорится, да, и все занято олдскулом. Теперь же реальный избыток всего, и как бы настолько разные дороги, что, ну, мне лично сложно судить, какие как бы у нас были испытания. Это не с чем сравнить, потому что… Ну да. Мы сейчас живем в другое время, просто поменялось. Мы сравниваем килограммы с, не знаю, с амперами, ну, то есть… Курс на метрологии тоже. И, кстати, ну, непонятно, что легче, а что сложнее. То есть, может быть, если бы мы оказались, да, вот в этой эпохе, да, то есть… Может быть, никому бы ничего не зашло, по большому счету, да, то есть… Может быть, и наоборот. Сложно сказать. И, что проще, тоже сказать… Затрудняюсь. Вот так. Прикинь. Инерсия. Ну, в чем-то было продуктивным, в чем-то непродуктивным. Например, в плане концертов, конечно же, все… Их не было. …пострадали, да. И работы было очень мало. Именно общения с публикой, и вот этого безумно не хватало. То, что раньше собирались толпы, там, тысячи, да. А тут раз все обрубилось, извините, сидите дома. Но, в любом случае, неким саморазвитием каждый из нас занимался. Также мы все равно продолжали писать треки. Для нас это первостепенно, важно. И, в общем, релизиться, создавать какие-то идеи, клипы, в общем, что-то делали. Извини. Для многих коронавирус, вот пандемия – это настолько плохое время, ну, что там, отменяются концерты, все такое. Это плохо, что я так говорю, но я рада реально, что это произошло, потому что благодаря этому вообще в ТикТоке появилась вот эта тема с домами. Наш хаос тоже создался благодаря пандемии, карантину. Да, и как бы, если бы не карантин, наверное, ничего бы не было этого. Ну, такого бума с домами, с хаосами в ТикТоке. И многих ТикТокеров бы, в принципе, не было, потому что реально все зародились. Вот был карантин, все сидели дома, и вот пошла эта тема с ТикТоком, поэтому… Так что везде есть свои плюсы и минусы. Да. Я могу сказать, что, не знаю, по мне это было самое отвратительное время вообще во многих аспектах, потому что поменялось вообще мироощущение полностью, да. Сначала первого месяца это было прикольно, а… Ну, в этом плане, да. Да, потом ты понимаешь, что… Во-первых, нет определенности никакой, да, ты не знаешь, что будет дальше. Ты не понимаешь, как дальше будет развиваться твоя карьера. Я думал, что можно как-то через силу сесть там типа и заняться музыкой и написать 55 альбомов. Нет. Ну, то есть я не смог найти в себе как-то, допустим, силы какие-то или как-то трансформировать вот этот негатив и околодепрессию, если ее так можно назвать, в творческое русло. Хотя у многих это получилось, я знаю. Ну, я не знаю, я монтаж освоил. Видеомонтаж там типа сидел, монтировал там, что-то там делал, короче. Ну, какие-то такие вещи. Но в то же время мы действительно все равно за время пандемии выпустили несколько песен. Я считаю, что они, на самом деле, ну, очень прикольные сами по себе. Пусть они там не получили какой-то широкой огласки. Не будем о грустном. Да, не будем о грустном. Хочется надеяться, что основная часть вот этого все позади. И мы сейчас с таким отложенным оптимизмом, который мы копили долго, смотрим в грядущий концертный сезон, который вот-вот уже начнется. Потому что для артиста очень важно контактировать с публикой вживую. И через какие-то там лайв-стримы нету ничего лучше, чем работать на концертах перед своей аудиторией. Ну, короче, как по мне, я тоже скажу, не могу молчать. Несмотря на все вот ужасы и лишения, кто их понес, мне, конечно, очень жаль. Но в целом вот именно начало, оно было как бы таким, ну, преисполненным надежд. И как бы я верил, что все это должно когда-то закончиться. Вот. Ну и плюс появилась возможность наконец-то там, поскольку ты остался без своей гастрольной работы, там, вдоволь насладиться там дачной жизнью, у кого есть. Вот. И сначала была такая надежда, что все это закончится, и мы как бы заживем нормально. Но вот прошел уже год, и оно все никак куда-то нормально, оно не наступит. И вот это уже начинает больше напрягать, чем вот та неопределенность, которая была тогда. Потому что вместе с ней тогда была надежда на лучшее. А сейчас, ну вот, ну вот, ну вот, сейчас, вот сейчас концерты там. Вот вроде они осенью начались. Там каждый уикенд, там какие-то там корпоративы, дни рождения. Потом хоп, вторая волна. И такие все опять, ооо, потом хоп, там Новый год тоже все отменили. Ты такой, блин. И вот сейчас думаешь, ну весной, весной-то оно точно начнется. Сейчас вот на курорты все поедут. И вот опять, и в общем, сейчас как-то даже я могу по себе сказать, что более неприятная ситуация. Ты просто насытился дачной жизнью уже. Ну это тоже, наверное, но просто реально вот, пока надежды не оправдались, это как-то такое чувство неприятное. Чем в начале, когда они были, ты знал, что вот все будет хорошо, а сейчас оно все никак не наступает, и ты такой вот в напряге. Не знаю, меня пугает то, что ты заходишь в торговый центр, там у тебя нет с собой маски, и все на тебя смотрят, как будто ты враг народа просто. И ты такой, да господи, да раньше всех без масок ходили, как так-то вообще, как будто всегда все ходили в масках везде. Это просто, вообще, это меня пугает, если честно. Это пройдет когда-то. Да, лучше вспомнить тот момент, когда надо было QR-код делать для того, чтобы выйти из дома. Это вообще пропуска, просто пропуска. Я когда это вспоминаю... В такси показывать пропуск, что ты вот сделал. Я так когда это вспоминаю, я лучше обмаскиваю в торговый центр зайду. Да, это уже да. Ну, вообще, да. Но я, честно, особо не парюсь. Думаю только о лучшем. Ну ничего. Говорят цитатами ВКонтакте, что не убивает нас, сделает нас сильнее, наверное. Мне, на самом деле, так интересно и забавно, я прям так забавляюсь, когда мне говорят, почему ты выбрала именно TikTok House XO Team? На самом деле, я еще была до House, у нас была огромная команда блогеров, я вообще не тиктокер вовсе. Я занималась YouTube, у меня, ну, прокачанный YouTube канал хороший, я снимала всегда на YouTube. Мы создавали эту команду почти четыре года назад. У нас была реалити XO Live, у нас была команда ребят, с которыми мы снимали YouTube и росли в этом направлении. И только потом, когда стал популярным TikTok, мы решили внедриться в эту тему и заниматься TikTok. Вот, поэтому я, наоборот, с самого-самого начала, у нас даже в команде есть такое, ну, не то чтобы разделение, есть такая тема, что вот есть несколько человек, это старички, которые с самого-самого начала, есть ребята, которые уже, типа, ну, нормально времени в команде, а есть новенькие, которые вот только-только пришли. Вот у нас есть такая тема. Ну, короче, когда кто-то булит и харасит. Нет, нет такого. А дедовщина разве не в армии? Не, ну, может, там тоже дембельский поезд? Нет такого, господи. Вот так вот. Ну, в общем, короче, у вас все. Мир, дружба, жвачка. Да. Вообще у нас с TikTok такие неоднозначные отношения изначально складывались. Я помню, я скачал, как называлось приложение до TikTok? Музикли. Музикли. А, музикли, да. Малаки немножко другое. Да, да. Я помню, что там, типа, вот это все было в мюзикли, я такой думаю, что это за ерунда. Потом уже появился TikTok, я его поставил, записал пару видосов, не воткнул вообще во всю эту тему. И потом как-то мы даже не обсуждали это все. Вот. И в определенный момент Василий, по-моему, говорит, типа, TikTok. Вот. Мы такие, ну, наверное. И потом, когда уже действительно еще до пандемии пошла волна популярности... Мы сняли один клип и забыли. Забили. Да, да, да. Вот. Пошла волна популярности. Мы начали уже обращать внимание на то, что действительно есть там TikTok-дома и так далее. Но все равно ни с кем не были знакомы. И как-то пересматривали Ронеток. Что? Как это связано? И Стас Шмелев позвонил Лое. Это шутка была. Но мы с ним знакомы не из Ронеток. Мы с ним знакомы еще как бы до... Да это шутка была. А, да? Посмейся. Посмейся. А, ладно. Стас снимался в Ронетках. Это юмор такой. А, да, это да. Окей. И позвонил Стас Шмелев и говорит, типа, не хотите ли записать дуэт? И мы, в общем, такие... Ну, Лоя общалась со Стасом. Она сказала, ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Вам ответит сам первый освободившийся оператор. Я, честно, безумно обрадовался, потому что написал. Думаю, нифига себе, какие люди в Голливуде. Нифига себе, он в Ронетках снимался. Да нет, не поэтому. Оля просто по кадетству больше. Ну, в общем, да. Встретились, пообщались. Стас рассказал о Еве. Показал много всего. Я, в том числе, посмотрела YouTube-канал. Все пролистала. Все очень круто. Блин, такие прикольные ролики. И мы отложили тему. Мне залетело с первого раза, и все круто. Куда ты залетела? Я говорю, мне залетело. Ролики залетели с первого раза. В общем, короче, некоторое время мы откладывали-откладывали. Потом мы встретились и... Реализовали задуманное. Самое главное в этой встрече было то, что мы поняли, что мы на одной творческой волне. То есть нету какого-то такого груза, что типа, вот, давайте сейчас подпишем 500 тысяч контрактов, потом еще что-то. Нет, давайте встретимся на студии и попробуем. Вот было предложение. И ты не приехал. А я же не сказал, что я буду пробовать. Ну, до этого, возвращаясь к тем, с кем мы дружим, действительно, мы до этого присматривались. Ну, смотрели, что вот там артисты ездят в различные тикток-дома, но мы как-то до этого не дошли, потому что немножко тоже было боязливо из-за пандемии. Не дошли, потому что не шли. Немножко боязливо было из-за пандемии там, собираться вот в этих тесных пространствах как-то, ну, страшно было. Ну, в итоге потом, когда это все улеглось, у нас уже пошла тема с Евой. Когда все переболели почти все? Ну, в том числе, да. С Домом Иксо, вот, у нас пошла. И мы его впервые посетили. Конечно, это целый особый мир. Много молодых людей в одном месте сконцентрированы. Это такой сгусток творчества. И там все как на подбор. И все друг друга... Ну, вы можете думать, что я подлизываю. В общем, это ваше мнение зрителя. Мы просто рассказывали свои впечатления. И, в общем, мы получили заряд вот этой молодости и энергии. Ах, ты энергетический вампир. По неволе, да. Ну, а что поделать? Вот. Ребята приходили даже на запись на студию, когда Ева записывалась и поддержать. Там пришел Тимур Сорокин, Мэри Сен. Кто-то спал, кто-то пел. Кто-то спал, да. Кто-то там кушал. Я не пришел. Конечно, можно отметить Гэри Грей, тоже очень талантливый. Любимый васян рэпер. Ну, один из любимых исполнителей теперь, когда... Ну, действительно, хороший голос. И он активно тоже участвовал постоянно во всех движениях связанных с... Но у него сейчас температура, судя по последнему треку. А у меня такое ощущение, что все жители XO, как только просыпаются, сразу начинают работать. Ну, давайте я развею ваш миф. Да, интересно. Сегодня мы завтракаем в одиннадцать, нет, в двенадцать. Как бы достаточно поздно, согласитесь. И все такие, блин, нас так демотивирует, что все поздно встают. Да что нам делать? Вот сегодняшний разговор, поэтому мы боремся с этим, но ничего. Ну, прикольно, на самом деле. У ребят очень прикольно. Действительно, там творческая атмосфера, где хочется что-то созидать. Да, такие штуки там вообще. Поехать в машине там, на холоде, высовываться из машины. И Герман нас снимал там весь в какой-то... Буквально в футболке. Ну, еще там сверху накинул, такой весь замерз. Но он снимал потом кучу всяких там, ну, этих мини-сюжетов для тиктоков. Короче, это было для нас такой большой импульс. Мы такие тоже теперь встречаемся. Ну, конечно, у нас нет тикток-хауса, но мы встречаемся, снимаем и там выкладываем. Хотим прийти там... У тебя тикток-дача может быть? Да. Да не она у меня. Вот, с недавних пор. Ну, короче, мы участили, усилили свое творчество в тиктоке. И, в принципе, получаем от этого такое неподдельное удовольствие. Снимаем всякие юмористические, музыкальные... Подписывайтесь. Понятно, это была нативная реклама. Шляпу, короче, снимаем всякую. Ну, я общалась с Валей Карнавал, мы пересекались в Дубае, когда я там была месяца два назад. Очень хорошая девочка, крутая вообще, прям... Я сначала ее не очень любила, ну, как любила, просто она мне не очень нравилась и в сети, потому что когда-то мы где-то с ней пересеклись, и мне показалось, что она как-то не очень как-то в мою сторону. То ли посмотрела, то ли что. Я ей тогда при встрече рассказала, она такая, блин, ты что, вообще не так все было. Вот, и поэтому я с ней очень хорошо отношусь. Мы иногда там списываемся в дирекцию. Короче, хорошая девочка. Вот, Юля Гаврилина тоже, я с ней озвучиваю сериал на Nickelodeon, тоже хорошая девочка, классная. Не знаю, Даня Милохин, тоже иногда списываемся. Ну, вот, некоторые ребята, с которыми, в принципе, ну, реально хорошие. Вот, ну, не зазведились, ничего, все в порядке. И снимают под наши треки, под старые, под зачем, под просыпайся. Да, это да, это да. Но многие, на самом деле, вот, кто в TikTok House, со многими общаюсь, на самом деле. Васян уже готов, давай, давай, давай распевочку, давай распевочку. Я не буду там занимать чью-то сторону, но я даже больше скажу, я не смотрел, я только начало смотрел, и потом я словил, как сейчас говорят, лютый кринж, такой фейспалм, потому что... Лариса Долина, конечно, большая певица, но мне кажется, не стоило так прессовать, она про Валю, потому что это как бы, ну, если ты не понимаешь вот эту всю тему, что как бы сейчас интертеймент, все это развлечение, оно строится не за счет твоих вот этих великолепных, да, вокальных данных сильных. И вообще сейчас другая вокальная культура, сейчас не надо обладать сильным голосом, надо обладать харизматичным голосом, контактным голосом, который призывает служителя к контакту. Гипнотизирующим? Вот, и я даже, да, гипнотизирующим, шаманищим, держащим тебя в потоке. Вот, и я даже, я вам признаюсь честно, я моделировал у себя в голове какие-то ответы, которые я мог дать, будь я вам Валей карнавал в этой ситуации. И, в принципе, я вам сейчас их ретранслировал. Егору Криду причем. И, в принципе, я сейчас ретранслировал в своем ответе. Вот, ну, конечно, Валя, она, ну, она не я, и у нее другое мышление, наверное, не использует. Ты ни в одну ноту не попал только что. Да, кстати, Вася. А, ну и... Ну, да, и я бы вот ответил, как я сейчас... Как я сейчас предлагаю свою мысль, что я бы ответил, что сейчас, Лариса, вы понимаете, сейчас другая ситуация, вообще другая конъюнктура, или, как сейчас модно говорить, другая мета. В общем, так бы я ответил ей, будь я Вале карнавал, но, естественно, она молодая, нежная, юная девушка. Она, естественно, растерялся. Может быть, я бы тоже растерялся. Я не знаю. Ты тоже молодой, нежный, южный. Южный. Это сейчас я обдумал там вот и как бы выдаю вот такие мысли. Ну, короче, я считаю, что не стоило так говорить. Сейчас другая ситуация, и у Ларисы есть свои почитатели. Я думаю, это более взрослая публика, и у Вали есть почитатели. Это молодая публика, хотя, может, есть и взрослая тоже. Я считаю, что правда где-то посередине на самом деле, потому что, ну, Лариса Долина, она, безусловно, со своей колокольней все судит, и она права отчасти, поскольку это человек действительно там с образованием, который к певческой профессии относится именно как к профессии. То есть надо заниматься, надо попадать в ноты. Если ты зарабатываешь этим, собственно, на жизнь, да, и ты называешь себя певицей, да, то есть то этим, ну, в этом направлении, по крайней мере, надо работать, да. И по-своему она права, но так же и права и Валя, потому что нету ни у кого права ограничивать человека в своем творческом проявлении. И, как сказал Лариса, пою себя на кухне, там, условно говоря, это тоже неправильно. Я хочу, допустим, вот я не умею петь, да, я об этом говорю, я не могу назвать себя певцом. Ты интонируешь? Как это правильно назвать? Инпонируешь. Читаешь, интонируешь. Интонант? Интонант. Ну, вот, я не умею петь, но при этом у меня есть, у меня есть желание, допустим, записывать песни, и я участвую в коллективе, да, в нашем замечательном, как я считаю. Вот, и у меня есть желание не просто это сложить куда-то в ящик, да, а показать это людям, потому что зачастую люди находят себя в этих песнях, и это здорово. Поэтому правда, она где-то посередине. Если ты действительно, ну, считаешь это своим ремеслом, занимайся, старайся улучшить свои вокальные данные, если от природы они у тебя не даны, там, как-то тебе плохо поешь, вот. Но запрещать кому-то и диктовать, что ты должна там петь на кухне, это просто считаю, что, как сказал Василий, кринч. Да сейчас даже не принято, вот, если с технической точки зрения вот этот чистый невыровненный вокал выпускать в треках, потому что обязательно идет какая-то правка, у кого-то это идет как эффект, у кого-то просто на ноты ставят, и как бы, ну, такие сейчас... Поэтому после нашего концерта Вася ничего не будет там делать. В смысле? Ну, как споем, так споем. А-а-а, нет, наоборот, мы обязательно должны все выровнять, уже кто захочет, я могу тому износить эффект. Разрешайтесь. Активно. Что, ты думаешь о том, активно? Я просто в завершательстве... Плюсую. Ну, я вообще-то согласна с Васиной позицией изначально. И еще хочу добавить, что я, честно вам признаюсь, с самого детства негативно отношусь к преподавателям вокала. Представьте себе. И я считаю, что многим они испортили вокальные данные. И вообще, как бы, не всегда действуют в правильном направлении. Есть реально классные преподаватели, которые оставляют у человека свою фишку, да, но навязывать то, что делаешь ты другому, это неверно. Вот. Ну да, эстрадно-джазовые все эти приемчики, пение под пианино, они могут не очень... То есть, да, каждого свое кто-то хочет, может вообще... Блин, как эта группа... Помните, Гориллос, они вообще сначала не показывали своих лиц, были как мультяшки, никто не знал, кто это поет, и что, и нормально. Казалось бы, при чем здесь пение, но да. Ну, неважно, в любом случае. Не, на самом деле, я считаю, что, как бы, у Вали трек, да, в принципе, ну, голос в треке звучит хорошо, она, ну, там, нет такого, что ты слушаешь, и у тебя там уши вянут, ну, как бы, реально хороший трек, она там нормально в треке везде попадает. Хороший трек и хороший саунд-продакшн. Да. Да, и как бы, ну, окей, она, может быть, вживую не умеет так круто петь, я тоже вживую не умею круто петь, но я занимаюсь, она может даже не заниматься, главное, чтобы на выходе, ну, она выступает с этим треком, и все звучит хорошо. Не знаю, по мне, это главное, чтобы звучало хорошо. Единственное, что можно предъявить, я вот смотрел концерт, по-моему, в Дуалипо, и там прям, ну, такие у него в треке были похожие элементы, но это тоже вообще абсолютно неважно, потому что выпустил трек, он разошелся по ТикТоку, и все. Да, в треке же все хорошо звучит, все классно, все круто, я не знаю, просто такой как будто негатив, я тоже смотрела, и я не знаю, честно, как Валя там ей что-то там не сказала жестко, потому что… Распитание есть. Да, да, я сидела и думала, блин, но это вот надо… Ты сидела и думала, ой, щука! Она просто это все принимает, принимает, и я такая, ооо, это же очень сложно. Да, да, я поэтому уже не смог смотреть. Это очень сложно, ты не смотрел. Я не смотрел. Ну вот. Да, поэтому да. Ну вот. Не, просто так гасить, взрослый человек, типа, там, на несколько лет десятков старше, и как бы так гасить, ну, странно, не знаю, разные миры у всех. Но это тоже хорошо, потому что получился прикольный резонанс на выпуске. Реально. Просмотры. Поняли. Мы есть везде, мой мир mail.ru с my.mail.ru slash basil86, по-моему, заходите. Ой, я честно признаюсь, что в последнее время больше всего времени я залипаю в TikTok. У меня просто иногда настолько сильно втягивает эти прикольные видосики. Я вроде как думаю, ну, открою там на пять минут, посмотрю, что у нас на страничке, там, сколько подписчиков добавилось, там, посмотрю еще видосики поржу. И в итоге что-то, типа, 15 минут, потом час, потом два. Прикинь, как ты сидишь два часа. По сути, это ролики, ты сможешь, ну, почти все 15-секундные, какие-то там 10-секундные, какие-то там минутные. Но как из этого может сложиться два часа? Ты думаешь, ну, вот один, второй, третий, и вот так вот просто. А я расскажу вам как. Так, это же все запрограммировано уже хитрыми программистами и создателями, что в отличие от Инстаграм или других сетей, где надо включить там звук, чтобы посмотреть видео в посте или в сторис, у тебя сразу звук идет, и сразу, как бы, попадает видео, которое отсеяно по вот этим критериям, которые являются контактными, которые с тобой сразу контактируют. Это либо симпатичные люди, либо какие-то странные люди, которые такие, думаешь, смотри, что за... Либо какие-то явления интересные, сюжеты. Поэтому да. Либо просто квадрат. Это у Валеры в ленте такие. Ну да, короче, кто больше всего сейчас заходит. Ну заходит, да. Но я обожаю YouTube. Обожаю просто. Потому что я на него снимала. А это считается как социальная сеть или это больше видеоплатформа? Социальная сеть. Там есть комментики, там даже сторис есть. Социальная сеть, там есть сторис, там есть комментарии. Ну ты выкладываешь. И ты можешь общаться с людьми там? Да, ты можешь. Ну нет, в плане комментарии. Комментарии это да, но это же получается не соц. Но тоже соцсеть все равно. Там сторис даже есть. Но YouTube это не соцсеть. В общем, у меня складывается так. Основная соцсеть все-таки, наверное, сейчас пока еще остается Инстаграм, потому что я знаю, что в ТикТок, если ты зайдешь, ты там можно провести, оставить очень много своего драгоценного времени. Вот. И плюс частенько приходится мне, поскольку мы снимаем мой телефон, просто там сидеть по работе именно искать что-то или выкладывать там сохраненные ролики. Поэтому все-таки стараюсь не залипать, потому что я знаю, что это может затянуть очень сильно. Поэтому Инстаграм и YouTube я смотрю там за завтраком, например, какие-то видосики. И вот недавно почему-то мне пришел Facebook в моей жизни, именно Facebook Watch. Там тоже какие-то ролики, они захватывают. Но в основном я смотрю там вечером на каких-то животных, собачек. Чисто снять стресс какой-то после рабочего дня, потому что он знает, что типа алгоритм там, что смотришь на животных и… Да у меня в ТикТоке все рекомендации – это живочки, собачки, крови. Да у меня в Facebook там смотришь, там собака встречает хозяина после долгого отсутствия. Ну иногда пранки какие-то попадаются, и я тоже раньше так смотрел, что вы делаете, что это позор вообще. А потом как-то, ну тоже… Давайте больше, хочу смотреть. Ну да-да, какой жесть. Я, кстати, помимо вот вышесказанных YouTube и Facebook и Insta, естественно, я еще в Телеге в последнее время залипаю. А, Телега, да, там куча щеток. Потому что там действительно есть интересные толковые каналы, вот, с интересным контентом, именно в плане того, что там подчеркнуть что-то новое для себя, то есть текстово-визуальную составляющую. Дневники наркоманов. А Телеграм – это тоже социальная сеть? Там каналы есть, которые читаешь, и там посты типа… Можно отвечать уже. Крутой был канал, к сожалению, умер его создатель… Рынок Шкур. Богдан… Рынок Шкур я тоже так чисто ради интереса подходил, посмотрел вообще, что к чему. Не, ну была эта песня 404, там прикольные всякие рецензии выходили. Богдан Грантин или как так его звали? Умер, там один пост вышел после этого и… Просто мало. Поэтому остается только перечитывать. Старые. Ой, ну недавно была очень смешная ситуация, я была в Сочи, я уехала просто на три дня отдохнуть, и решила почитать директ, открываю директ по популярным запросам, и мне там сообщение от Столярова, это… не знаю, знаете, чувак… Водибилдинг. Да, вот, классный чувак, всем знакомым. И от него сообщение в девятнадцатом году. Я говорю, Ев, можешь там что-то подсняться, там что-то там… Я такая… пишу ему, блин, прости, только сейчас увидела. Он такой, прошло там… что-то два или полтора года, Карл, ты ответишь, как у тебя дела вообще, пипец, как долго, как можно так это… И я такая думаю, блин, ну реально, вот так вот я тоже пишу кому-то, и будет там в две тысячи каком-то году. Прикольно. Реально. Ким Кардашин. Да, это смешно. Итак, я могу вспомнить какое-то сообщение из директа. А целая история была, чувак мне, когда на зоне был, сам что-то… Да, да, серьезно. Вот это было стремненько. Навальный. Прикольно. Да. Да. Такие сообщения были. Извините, можно что я скажу? Вы просто говорите директ, вредные привычки. У меня просто два трека с такими названиями, я не понимаю, что происходит. Качайте треки на всех площадках, Ева Миллер директ и вредные привычки. Спасибо большое. Стримьте сейчас. Да, давайте. Какая тебе вредная привычка? Вредные… Ну мы знаем твою вредную привычку, но ты постоянно не признаешься. Да, он в отеле у Сану. В машине. Да это все делают. Ну иногда алка, как бы дым, вот. Ну иногда, не каждый день. Пар. Да ладно. В смысле? А ты алкоголик? Ну как, я алкоголик, если я иногда выпиваю? А я считаю, это вредная привычка. Вот что еще? Так алкоголики говорят, кстати. Прокрастинация, наверное, вредная привычка. Да. Пожалуйста. Все. У меня, ну, самая, наверное, не то, что даже вредная привычка, это черта характера, наверное. Я иногда не очень пунктуален. Да, то есть я пытаюсь уместить кучу дел в сжатый промежуток времени, и из-за этого, когда что-то идет не по плану, я, как я сам говорю, присылаю минут десять-пятнадцать. Я сталкивалась с вредными привычками, и до сих пор с ней не сталкиваюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Но прям каких-то слишком плохих, пагубно вредных для организма я не использовала, скажем так. Мы потом специально заскриним вот это вот. Вот это специально заскриним. В общем, у меня есть вредные привычки, такие же, как и у многих людей. Насчет опоздания, конечно, у меня редко такое бывает. Кстати, да. У меня всегда. Да? Да. Сегодня целый час посидела. Но сегодня, сегодня я решила, что надо положить этому конец. Но не тут-то было. У меня вредная привычка, ну, конкретно для меня это считается реально большой вредной привычкой. Я постоянно ем чипсы, это реально проблема. То есть я могу не позавтракать и съесть чипсы, я могу в день, ну, как будто пачек 10 есть. Прикольно. И мне просто стремно. Ну, я могу отказаться от сладкого, но от чипсов отказаться я никогда в жизни не смогу. После этого у тебя будут контракты повалятся. Мои любимые крабовые лоисы. Блин, а знаешь, какие мне нравятся? Их сейчас уже нет почти в продаже. Московская картошка. Со сметанной и семгой. Или типа такие были, помнишь? Репленые. А, да, я поняла. Фиолетовые. Фиолетовые, да. За политикой следим. Не придерживаемся какой-то там правой или левосторонней тенденции. Центристы, что ли, получается? Ну, около того. Ну, на самом деле следим. Следим за геополитикой, следим за внутренней политикой. Потому что это касается нашей жизни, безусловно. Плюс, когда планируем гастроли, тоже анализируем, что происходит в том или ином регионе. Как это может сказаться на репутации. Потому что, действительно, ну, артистическая работа, она подразумевает выступление перед публикой, в первую очередь. Но если углубляться в спонсорские, да, то есть на чьи деньги это финансируется, то здесь возможны определенные последствия. И мы никогда не хотим, чтобы нас ассоциировали с тем или иным каким-то политическим движением. Мы просто ремесленники поем для всех, где есть райдер. Да, и вот из последнего, наверное, у нас была запланирована турецкая история в мае. Ну, как мы прекрасно знаем, после переговоров... Ну, многие говорят, что это не политическое решение, а пандемическое. Ну, опять-таки, да, кто его знает. Турцию закрыли. Приходится сейчас перестраивать свой гастрольный график. Я не особо слежу за политикой. Ну, как, последние новости, которые все обсуждают, я, конечно же, в курсе и все такое. Я тоже особо не принимаю ничью сторону, потому что это вообще стремная тема. Но я никогда даже на выборы не ходила. То есть у меня бабушка все время ходила. Я такая... Ну, не заходила даже. Мне было это не особо интересно. Вот. Но я считаю, что реально много людей мучаются просто так, возможно. Вот. По... Как это сказать? Заморачиваются? Не, плохо живут, в смысле, конечно, в нашей стране. Ну, да. Это правда. Ладно, не буду, я не ловлю сюда. Ну, типа, незаслуженно, короче. Это любимый вопрос. Я вот думал, где же он настигнет меня. Давай, отвечай. Да, ты ответишь на него. Ну, я не буду, знаешь, там, типа, эти, как в Москве, типа, вот эти интервью, там, сколько должен зарабатывать. Ну, 5 миллионов рублей тебе хватит в месяц? Да не, я, на самом деле, человек скромный, и, я думаю, мои коллеги тоже. Я думаю, мы могли бы прожить, и были такие, наверное, времена, поскольку у нас, как бы, ну, были времена, там, у нас, когда варьируется, там, от нуля и, там, до всяких круглых сумм. Ну, короче, 100, 150, 300 тысяч, я думаю, вот так. В день. В месяц. В принципе, можно нормально, хорошо жить. Вот. Можно и на меньше, в принципе. Как бы, у людей средняя заработная плата 30-ка, наверное, да? Если поставить себе цель, я в курсе, что, как бы, средняя невысокая, но мы сейчас именно говорим про нас, и вот, я считаю, что такие рамки хорошие. Я, на самом деле, всегда в детстве, у меня был момент, когда мама хорошо зарабатывала, и она там отведела мне в магазин, и мы покупали мне одежду на 30 тысяч, это было прямо очень много, и я была такой крутой в школе, то есть вообще. А потом произошел, когда доллар вырос очень сильно, и произошел какой-то пипец, и у нас реально было очень мало денег, что, там, мы не могли купить какие-то именно вкусняшки, там, мы покупали только нужное. И я всегда мечтала ходить в магазин и не смотреть на цены, не считать, сколько что стоит. И когда я реально добилась того, что иду в магазин, и я не смотрю на цены, возможно, это плохо, но я просто мечтала всегда, чтобы я покупала то, что я хочу, и не важно, сколько это стоит. Ну, для меня деньги, это правда важно, и круто, когда ты можешь заработать и тратить, сколько ты хочешь, чтобы тебя никто не осуждал, потому что это только твое желание, и только ты зарабатываешь на себя, и ты имеешь право тратить деньги на себя, сколько ты хочешь. Не знаю, для меня, сколько я трачу в месяц, я особо не смотрю. Ну, допустим, если я еду куда-то в путешествие, вот, недавно я была в Дубай, ну, я потратила там на одежду, ну, 1400, может, ну, то есть, ну, я ее ношу, я купила реально крутую, дорогую одежду, там, кроссовки, и я реально наслаждаюсь этим. Я заработала деньги, я их потратила. Вроде все честно. Вот, поэтому не хотите меня. Вот. Да, в принципе, я вот скажу за всех, что у нас личная жизнь устроена. Что касается влюбчивости, ну, это уже немножко другое, это как бы касается гормонального фона, и когда ты видишь человека, который тебе нравится, естественно... Доктор Косинский. Да. Звоните, проконсультирую вас. Анализы бесплатно. Да, вот мой лаборант, мой лаборант сидит. Ну, влюбчивость, когда ты видишь человека, который меняет как-то твой гормональный фон, естественно, ты на него как-то, ну, по-другому к нему... Ты кренолог? По-другому, короче, к нему относишься, рассматриваешь как-то вот именно как объект твоего внимания, и... По-другому, чем каких-то других людей, которых ты видишь. Это, может быть, и случайный прохожий, и твой коллега, и какое-то новое знакомство. Случайный прохожий? Ну да, а чего нет? Ты видишь, какой-то такой интересный, как бы такой... О, вау! Вот, влюбчивость, в общем, варьируется, по-разному и зависит от многих обстоятельств, которые влияют на, в общем, твой гормональный фон, на твою химию. Даже если в личной жизни все хорошо. Сейчас отношений у меня нет, у меня были отношения, они длились почти два года, вот. Сейчас их нет, но я скажу, что я не то чтобы влюбчивая, ну, нет, ладно, я влюбчивая, но мне достаточно просто втересовь доверен. То есть, если кто-то для меня хорошее что-то сделает, со мной пообщается денечек там, то я уже такая думаю, блин, ты такой хороший, ты такой классный. Ну, реально, у меня есть такая тема, но потом, через два дня, у меня вот так вот резко, ну, как отрезает просто. Я такая, вау, типа, что это было? Ну, то есть, у меня вот как-то вот так вот волна обратная. Ты такой, какой, какой урод. Ну, реально, то есть, сначала нравился человек, а потом такая, да как он мне вообще нравится, что за бред вообще. Ну, вот у меня такая тема есть, да. У меня, кстати, вот отношение к этому одно время было крайне негативное, да, потому что, ну, во-первых, я считаю, что в девушке должна быть индивидуальность. Когда эта индивидуальность закрывается какими-то шаблонными, да, такими вот делами, да, то есть, все сделали губы, все сделали губы, все сделали грудь, все сделали грудь, там, задницу еще там. Брови. Брови потом, монобровь потом будет модной, сделаю тоже монобровь. Круто. Жду этого времени. Красавчик, ты можешь уже сделать. Вот, и для меня лично, да, то есть, это закрывает, ну, внутренний мир, да, то есть, я вот как мужчина, допустим, с такой девушкой, скорее всего, ну, пообщаюсь, безусловно, да, то есть, но серьезно никогда расценивать ее не буду. Вот. В то же время, да, то есть, есть люди, которые, ну, стараются просто, ну, подтянуть какую-то свою эстетику, условно говоря, да, то есть, ну, не всем от природы дана красивая внешность. Кто-то хочет, там, скорректировать нос, кто-то еще что-то, да, то есть, во всем должна быть мера, да, то есть, когда лепехи в пол лица, да, то есть, и, ну, как бы это ужасно, я считаю. Вот, когда есть какой-то очевидный дефект, который, ну, снижает качество жизни человека, или человеку некомфортно с этим жить, и он это делает ради того, чтобы этот изъян убрать, это нормально. Я, честно скажу, я ни разу не прибегала к пластической хирургии, но отношусь к этому абсолютно нейтрально, если кто-то хочет, там, сесть, делать что-то, и если это нужно, там, считает человек, то почему бы и нет. Ну, если нет, то так даже как-то, наверное, лучше. Я вообще считаю, что очень важно в человеке это его обаяние, как он себя ведет, как он себя сам чувствует, и некоторым людям не обязательно подстраиваться под какие-то меры красоты, придуманные нами же самими. И я считаю, что если у тебя внутри все гуд, то и снаружи будет все гуд. Ну, у меня есть много людей, у которых там, не знаю, чуть сделаны губы там, или грудь, или еще что-то, но есть такие знакомые у меня, и я отношусь к этому вообще, ну, неплохо, нехорошо, но то есть, если человеку нравится, то, ну, сорян, на меня вообще никак это, ну, не должно на меня это влиять, это дело человека, допустим, ты сделаешь себе что-то, я скажу, блин, молодец, круто, что ты решилась, ну, я не знаю, как-то тебя поддержу, или еще что-нибудь. Но это никак не должно касаться меня и нашего общения, я не знаю, я из-за этого не перестану там с кем-то общаться, вот, как бы, главное, да, что в меру было. Короче, мы все на нейтралочки. Ну да, почему бы и нет. На нейтралочки проехали, конечно. Ну, из BTS, конечно же. Да, у нас мало участников. Раньше была кайтпес, теперь BTS. Мы все, допустим, раньше думали, что, точнее, пришли к выводу, что, в принципе, нам подойдет какой-то диджей, который спродюсирует нам классный трек, может быть, какой-нибудь Менбек, например, пока он в тренде еще, и громеносный казах. Ну, или какой-нибудь ноунейм типа Тиеста там, не знаю. Ноунейм типа Тиеста. Да, Infected Mushroom. Диджей Смэш. А что, классный? Что, согласен. Ну, я из русских артистов, российских, наверное... С Настасанкой. Да нет, шо ж ты пристал-то с ней? Ну, я не знаю, Егор Крид, может быть, было бы круто. Не-е-е. Ну, реально, это как бы... Топчик. Это вот он топчик, да, поэтому круто. Из зарубежных, конечно, я бы хотела там забрать Dispers, но, к сожалению... Но она не в себе. Наверное, уже, да. Хотела бы со Snoop Dogg'ом моя мечта просто. Это было бы... Я не знаю, мне кажется, если у меня будет физ со Snoop Dogg'ом, можно умирать, в принципе, на следующий день. Ну, как бы... Аккуратнее, с Жиганом почти так произошло. Ну, блин. Не, реально, это круто. Блин, у меня когда-то была мечта с Аэрос Меддойт, прикинь, записать. Но, наверное, я не успею. Не, ну, вообще, если, конечно, так мечтать, действительно, то хотелось бы поработать с, действительно, с западными саунд-продюсерами, с диджеями и так далее. Потому что все равно экспансия нашей музыки на Запад, она очень ограничена. То есть у нас ни у кого пока нет таких артистов. И Манбек, это просто вот... Мы много раз шутили в интервью по поводу Грэмми. И вот его пример, да, он показал, что вот такая шутка, она действительно может стать реальностью, да, если, ну, вот так вот обстоятельства сложились. В каждой шутке есть доля права, да. Да, потому что если посмотреть историю того, как трек вот Роузес в ремиксе стал популярным, да, то есть это же просто, ну, людь какая-то. Он в ВК просто начал мультиплицироваться, потом очистили права, потом там начали где-то в Италии крутить, еще где-то, еще где-то. И вот так вот он попал там в топ, не знаю, в топ-20 билборда и так далее. Для того, чтобы это все вообще было реальным, да, то есть надо в первую очередь, чтобы продукт, который мы производим... Я не очень люблю музыку продуктом называть, но тем не менее. А, это Блиц был, да? Все. Прости. Развернуто, извиняюсь. Когда перестраиваются без поворотника и перед тобой? Вот это жестко. Не люблю такое вообще. Бесит в людях, сейчас, если так кратко, то нечестность, бесит в людях невоспитанность, теряя отсутствие чувства такта, особенно с незнакомыми людьми. Ну, пробки реально бесят. А мне нравится петь, наряжаться и слушать разные классные шутки. Ну, в общем, находиться в компании людей с классным чувством юмора. Стойте, надо было говорить, что нравится или что не нравится, я что-то потеряла суть. Ну, мне не нравится, ладно, больше не нравится, все скажу, мне не нравится, когда люди лицемерят, ну, то бишь там врут и скрывают это как-то, это прям очень бесит. Вообще, зачем так делать? Не нравится, то очень много времени тратится на дорогу и не нравится, что, я не знаю, что день короткий. Вот. Ну, сейчас длиннее будет уже. Ну, да. Надо было тикток хаос снимать на Соколе, там такой дачный поселок художников. Тогда же меньше было бы. Такое люблю. Я пою классно наряженное в компании крутых юмористических людей. В Comedy Club. В Comedy Club. Ну, в общем, да. Я такое обсуждаю перед Грэмми, все-таки в какой номинации мы получим. Еееееееее. Ну, надеюсь, что будет существовать еще и здравствуйте, и успешно существует наша группа. Грэмми после того, как Васяну идет, естественно. И я. Блин, ну почему ты обрекаешь группу на... Да, это блиц, ребята, это блиц. Короче, все, чтобы было нормально и продолжался рост, или хотя бы мы сохраняли позиции. У меня 1,96 васяну. Я хочу, точнее я буду, где-то за границей, успешным, богатым человеком. Беларусь. И... Литва. Не знаю, ну все, у меня будет круто. Я не знаю, увидимся через 10 лет. У нас есть крутой сингл, который мы сейчас готовим от очень крутых ребят. Игорь Крутой. Ну, практически можно сопоставить по уровню крутости этих ребят Игоря Крутого они сделали. Мы все раскроем. Мы все раскроем. В общем, готовим сингл от крутой сонграйдерской команды. У меня скоро трек выходит недели через три. Ну, относительно скоро. Вот, поэтому ждите, все будет круто. Это как раз тот трек, который... Открытый-открытый. Надеюсь, у меня уже вышел трек «Правила». Обязательно вы слушайте. Если он не вышел, то запомните название и ждите его, в принципе. Самое главное в жизни — это подготовиться и уметь... И всегда быть готовым ко всему, в том числе к ответу на сложные философские вопросы, как этот. Главное в жизни — это жить в гармонии с собой и с окружающим тебя миром. Главное в жизни — это сама жизнь. Е-бой! Главное в жизни — это, наверное, хорошие мысли в голове. Потому что я считаю, от них все идет. Все, мы сами себе хлопаем. Прикольно.